Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость будет касаться вопроса квалификации имущества, которое было получено в результате ликвидации организации. Именно данный вопрос был рассмотрен Минфином России. Так вот, Минфин России считает, что в том случае, если имущество, которое получено при ликвидации, превышает вознос, уставной капитал, то в этом случае такое имущество должно признаваться дивидендами для лиц, которые, соответственно, получили такое имущество. При этом Минфин ссылается на статью 41 НКРФ. Понятно, что признание соответствующего имущества дивидендами означает, что у лиц, которые получили такое имущество, возникают налоговые обязательства, либо по НДФЛ, либо по налогу на прибыль. Таким образом, налогоплательщикам следует учитывать данное разъяснение, и с учетом, либо если они принимают соответствующее разъяснение, то с учетом этого разъяснения применяйте нормы о налогообложении дивидендов. Ну а в случае, если они будут считать, что здесь применяется какой-то иной подход, то они должны оценивать риски, связанные с таким иным подходом. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.